Сегодня я представляю отчёт о работе Счётной палаты за 2018 год. В прошлом году был избран президент, и он установил новые цели развития страны. Соответственно, и Счётная палата своими главными задачами определила мониторинг выполнения стратегических целей, то есть национальных целей и национальных проектов с целью обеспечения содействия их эффективным достижением. Это повлияло на работу нашей Счётной палаты. Мы приняли новую стратегию Счётной палаты, которая обозначила нашу миссию содействовать справедливому, ответственному государственному управлению как необходимые условия устойчивого развития российского общества и достойной жизни человека. То есть мы должны смотреть за эффективностью институтов государственного управления и, соответственно, выполнению национальных проектов и государственных программ. Мы сформулировали четыре главных задачи стратегии. Первое – дать объективную информацию и анализ основных тенденций, происходящих в стране. Наша роль – не только критиковать, не только схватить за руку, что, безусловно, контрольный орган должен периодически делать, но и предложить конкретные решения, которые могут помочь в совершенствовании ситуации. Вторая задача – это развитие стратегического аудита. Главной целью высших органов аудита уже и мировой тренд является достижение национальных целей и выполнение стратегических документов страны. Третья задача – это содействие публичности, открытости, подотчётности процессов и принятия государственных решений. Здесь у нас ещё много, что нужно сделать. Это касается и открытости полноты данных для принятия решений, максимизации обратной связи с обществом, общественного контроля. В частности, мы уже публикуем наши результаты проверок, и за первые полгода этого года мы опубликовали 61 отчёт, а за весь прошлый год – 67. То есть мы уже идём в два раза с большим объёмом. То есть, по сути, вдвое активнее стали публичнее. Мы провели анализ качества информационных систем ведомств, который показал, что они пока достаточно слабые. На основе этих информационных систем не всегда можно принимать управленческие решения. Недостаточная актуализация данных и полнота. Кроме того, мы опубликовали доклад «Открытость государства». Он был презентован на Петербургском экономическом форуме и вызвал бурную дискуссию. Мы даже опубликовали рейтинг открытости министерств и ведомств. Мы даже провели несколько тестовых обращений в министерство ведомств от имени граждан и определили, и как часто и как быстро отвечают на запросы граждан министерства и ведомства. Наконец, четвёртая задача – развитие среды добросовестности и борьба с коррупцией. Эта задача деликатная, и мы продолжаем, как и раньше, на дне работать, совершенствуя свои методы. Буквально на прошлой неделе подписали новое соглашение с Генпрокуратурой о более тесном сотрудничестве. Благодаря Государственной Думе мы уточнили закон о счётной палате, получили новые полномочия. Это позволит нам эффективнее работать по ряду направлений, в том числе анализировать дочки государственных корпораций. Мы запланировали в ближайшие 6 лет проведение регулярного мониторинга достижения национальной цели и национальных проектов. У нас появился новый аудитор в сфере стратегического аудита и соответствующий департамент. Первая информационная панель по достижению нашей цели мы в феврале уже вывесили на нашем сайте. Каждый из вас, вот только вспомнил, вам нужно вспомнить цифру по нацпроекту, вы можете зайти на наш сайт, сразу попадаете на нашу панель и получаете исчерпывающую информацию, включая последние значения этих показателей на последнюю дату. Таким образом, мы продолжаем выполнение наших задач, как я сказал, с учетом мониторинга национальных целей и национальных проектов. Мы также меняем показатели своей эффективности работы. Я говорил, что в случае положительной работы у нас должно не только, не всегда должно расти количество нарушений. Вообще, профилактическая работа на первом месте. Поэтому наша задача вырабатывать те нормативные решения и совершенствовать нормативные акты, чтобы уменьшать количество нарушений. Нужно больше времени уделять профилактике. В 2018 году Палатой проведено 419 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые были охвачены более 10 тысяч объектов. Мы выявили нарушение на 772 миллиарда рублей. Это результат изменений в нормативных актах и приказах Минфина. Имеется в виду, у нас идет сокращение нарушений, потому что теперь по новым правилам все нарушения, найденные в результате проверки, касающейся бухгалтерского учета, уточнения достоверности и внесенные в период проверки, мы не учитываем как нарушения. И, наконец, конечно, в 2018 году, напомню, у нас не было такой ситуации, как с Роскосмосом в 2017 году, где более 800 миллиардов сразу было записано в размер нарушений. Поэтому я думаю, что то, что у нас сейчас поменьше нарушений, это даже положительно. Отмечу, что 38% выявленных нарушений – это нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок. В стоимостном выражении это почти 300 миллиардов рублей. В предыдущем году это было 118 миллиардов рублей. Мы здесь стали больше выявлять вот этих нарушений процедур закупок. Вообще, я считаю, что в закупках у нас сегодня одна из самых главных проблем, и мы еще не до конца научились предотвращать эти нарушения и профилактировать. По результатам проверок в федеральный бюджет возвращено 7,3 миллиарда рублей. Напомню, что рекордная в прошлом году сумма была в 15 миллиардов, но в основном за счет одного получателя бюджетных средств в Волгоградской области, которая вернула в бюджет 13 миллиардов. Обращу внимание, что мы теперь осторожнее относимся и к такому возврату из субъектов Российской Федерации. Я считаю, что лучше наказывать чиновников, чем наказывать весь регион. В 2018 году счетной палатой было направлено 408 представлений и 28 предписаний. Представлений стало больше, выросла доля их выполнения в срок, поэтому снизилось количество предписаний. Инспекторами было возбуждено 81 дело об административных нарушениях, привлечено к ответственности 41 ответственное лицо, взысканы более 85 миллионов штрафов. Мы также зафиксировали 492 факта дисциплинарной ответственности, 21 человек был уволен. В правоохранительные органы направлено 120 материалов, это и в прокуратуру, и в следственные органы. По ним в прокуратуре было внесено 99 предписаний соответствующим органам. По итогам проверок открыто 40 уголовных дел, это больше, чем годом раньше. По итогам рассмотрения наших представлений, предписаний, принято 358 нормативно-правых актов, точнее изменены с отчетом наших рекомендаций, в том числе 3 федеральных закона, 34 акта правительства. Если говорить о конкретных проверках, то я напомню, прежде всего, проверку незавершенного строительства в Северо-Кавказском федеральном органе, мы установили более 4 тысяч объектов незавершенного строительства с вложением больше 100 миллиардов рублей, которые простаивают. Причем строительство 1178 объектов было начато более 8 лет назад. Я хочу обратить внимание, что теперь мы в этом году по всей стране проводим анализ ситуации с незавершенным строительством, и это станет одним из приоритетов. Вы можете на нашем сайте найти информационную панель незавершенного строительства во всех ГРБС и субъектах Российской Федерации. И вы сразу видите, даже у соседних субъектов Российской Федерации очень большая разница в объеме незавершенного строительства. Вообще, мы считаем, что нужно усилить ответственность за остановку объекта и, по сути, омертвление и потерю тех средств, которые на него тратились. Наша проверка уже вызвала необходимые шаги, в том числе руководителей Северо-Кавказского региона, республик. Следующую проверку отмечу – это проверка системы 112. На момент завершения в 73 регионах система 112 полностью не была развернута, а в 17 регионах она не позволяла передавать экстренные вызовы 01, 02, 03 автоматически и так далее. Мы здесь тоже вскрыли большие недостатки. Правительство получило, президент дал поручение по результату этой проверки, и правительство сейчас дорабатывает эту систему. Или, например, такая тема, как обеспечение жильем детей-сирот. Сегодня 168 тысяч совершеннолетних сирот имеют право на жилье, но не получили его. Я еще раз назову – 168 тысяч детей не получили вовремя жилье, причем ожидание превышает 10 и больше лет. По сути, это стал наш новый нефинансированный мандат, за который несем ответственность все вместе, потому что не только субъектов не всегда хватает ресурсов на это. К сожалению, ситуация плачевная. Многие решения теперь только по… можно получить жилье только по решению судов. По сути, это меняет очередность получения. И сегодня нужны системные меры. Такие меры мы предложили правительству совместно разработать, и уже не раз встречались. Еще горящая тема – это экология. Мы проводим проверки, связанные с состоянием лесов, природоохранных территорий, по проблеме твердых бытовых отходов. Проблемы здесь известны. Мы открыли горящую линию в счетной палате по анализу и состоянию экологии, по которой к нам обращаются граждане и фиксируют соответствующие проблемы. И только за неделю работы поступило больше двух тысяч обращений. В лидерах пока обращений Московской и Челябинской области. Но мы смотрим на состав этих обращений и проблемы, и, соответственно, будем готовить соответствующие предложения по проверкам и анализу тех проблем, которые существуют. Мы за год провели 1188 заключений экспертиз на законодательные и нормативные акты. Особо хотим обратить внимание на практику, когда при внесении законопроекта расходы оцениваются, по сути, в ноль рублей. Ну, допустим, я говорю о финансово-экономических обоснованиях, где у 75% законопроектов, внесенных в Думу в 2018-2019 годах, финансово-экономическим обоснованиям стояло две строчки «не предусматривая дополнительных бюджетных средств». Еще в 20% случаев оно проводится в общем виде, без подробных расчетов. Только в 5% финансово-экономические обоснования законопроектов имеют серьезное обоснование. Так вот, зачастую потом, только уже после принятия в первом чтении, выясняется, какие реальные расходы несет законопроект. Как правило, это уже второе чтение. Поэтому мы считаем, что нужно здесь усовершенствовать или совершенствовать обоснование, также большую ответственность возлагать за некачественную подготовку законопроектов. Отмечу, в прошлом году мы провели 54 мероприятия по запросам Государственной Думы и комитетов Государственной Думы, 10 по запросам Совета Федерации, 15 на основании поручений обращения президента, 4 по запросам правоохранительных органов. Мы плотно работаем с Думой, как вы видите по этим цифрам. Мы готовы расширять сотрудничество. Мы провели интервью с целым рядом руководителей аппаратов, комитетов, отдельных депутатов. Мы анализировали, какие форматы документов, как им лучше подавать, в какой подробности. Среди тех предложений, которые мы получили, в том числе улучшить архивирование всех наших материалов за предыдущие годы, создать навигатор по нашим материалам, позволить обобщать некоторые материалы схожих проверок и сопоставлять данные за несколько лет. Мы, соответственно, проведем эту работу, и это даст новый инструмент в руки депутатов. Уважаемые депутаты, ключевой задачей на ближайшие годы является работа по достижению национальных целей и выполнению нацпроектов. Мы видим, что как непросто начинается этот процесс, мы уже отмечали сложность управления этой системой нацпроектов. Напомню, что государственные программы, в которые включены федеральные проекты, не так пока эффективны, и нам нужно говорить также о повышении эффективности государственных программ, через которые они реализуются. Мы посвятим этому особое внимание в этом и следующем году. И, конечно, я бы особо обратил внимание на региональный аспект выполнения национальных проектов. На Совете по стратегическому развитию 8 мая Сочетная палата заявила целый ряд вопросов, которые требуют внимания, в том числе и вопрос об уменьшении тех ресурсов, которыми самостоятельно субъект имеет право пользоваться в ходе реализации национальных проектов. С одной стороны, межбюджетные трансферты выросли на 14%. С другой стороны, сократились дотации на сбалансированность. Прежде всего, существенное снижение на 44,9% дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности. Получилось, у регионов уменьшились ресурсы, которые он сам, собственно, распоряжается. То есть увеличились связанные субсидии. Ну, конечно, такое уменьшение самостоятельности мешает гибкости работы у субъектов и, в общем, не всегда приводит к эффективности, а даже иногда к искажению. Мотивации, стимулов. Еще обращу внимание на... Помните, 1% на прибыль, соответственно, был централизован. И тогда централизация предполагала, что этот 1% будет передан всем регионам в соответствующем порядке. Но на этот год бюджет и даже не запланировано его перераспределение в полном объеме. Ну, соответственно, мы обратились... Мы озвучили это на совете у президента. Сейчас дано поручение, и вот уже в поправках дополнительные расходы до предосчете этого 2% были учтены. Мы уже проводили 5 контрольных мероприятий по анализу национальных проектов, и соответствующие материалы и справки есть у нас на сайте, и сейчас по мере готовности направляются в Государственную Думу. Но вот в отношении некоторых проектов, конечно, выполнение регионами своих обязательств пока, на наш взгляд, проблематично. Мы вот сегодня видим, что около 40-50 соглашений с федеральными органами исполнительной власти требуются от каждого субъекта по исполнению соответствующих национальных проектов. Это больше 4 тысяч соглашений сейчас с регионами заключают федеральные органы исполнительной власти. Пока, кстати, в электронном бюджете нам не удается полностью видеть всю эту картину. Мы ее стараемся также вручную анализировать. И мы видим, что зачастую субъекты берут обязательства в рамках таких соглашений, но несколько непосильные для них. Для них нам требуется очень внимательно смотреть на этот региональный аспект. Вот в рамках анализа нацпроекта «Жилье, городская среда» нам был проведен опрос реальной потребности регионов как в жилье, так и в ресурсах на их реализацию. Лишь 11% регионов считают возможным достижение установленных целей, 15% считают значение показателей недостижимыми, 38% отмечают риски недостижения. Поэтому нам нужно еще работать. Я сразу хочу оговориться, мы не говорим, что эти цели недостижимы. Мы говорим о том, что нам нужно предусмотреть те меры, которые бы обеспечили их в конечном счете достижение. В завершении скажу об особой работе счетной палаты с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации. Еще по предложению предыдущего председателя счетной палаты Голиковой Татьяны Алексеевны мы обратились к субъектам Российской Федерации, которые в лице законодательных собраний дали согласие на анализ и оценку деятельности контрольно-счетных органов. Включая от вопросов нормативного регулирования работы КСО на местах до конкретных результатов. Я сегодня вкратце озвучу результаты, потому что это то, что субъектам уже требуется и то, что им уже помогает. Я хочу сразу сказать, что по 45 субъектам Российской Федерации подвели итог. Как правило, на заседании коллеги были или заместитель председателя ЗАГСа, или председатель. Большинство предложений уже наших реализуются. Например, закон о стратегическом планировании относится контрольно-счетные органы к участникам стратегического планирования. При этом законодательно ни в одном из 45 регионов не предусмотрено это в местных законах. Более чем в 23 регионах из 45 контрольно-счетные органы не могут реализовать в полной мере свои полномочия по экспертизе государственных программ. То есть, в половине проанализированных регионы не анализируют региональные государственные программы. Соответственно, важным является доступ к контрольно-счетным органам к информационным ресурсам регионов. Мы в том числе подготовили соответствующие предложения, в том числе в закон номер 6, который регулирует деятельность КСО. Речь идет об информационных системах, по планированию исполнения региональных бюджетов, учетам имущества, планированию расходов на закупки и так далее. Наш анализ показал, что из 45 только в 19 субъектах КСО имело нормальный доступ к соответствующим информационным ресурсам. Сейчас наши рекомендации исполняются и в других субъектах. В принципе, регионы готовы обеспечить соответствующими ресурсами и информационными. Ну и завершая, скажу, что мы целый ряд вот этих наших материалов по мониторингу национальных проектов проводим совместно с КСО. Например, малое и среднее предпринимательство участвует в 85-х КСО. Мы продолжим эту работу. Подытоживая, хочу сказать, что мы имеем неплохие результаты, но мы настраиваем нашу счетную палату на работу с более современными методами работы и проводим цифровизацию наших методов аудита. Спасибо. Спасибо.